Всем привет! Как я думаю понятно из названия видео, сегодня я хотел бы поговорить о коммунистическом православии или о православном коммунизме, кому как больше нравится. В последнее время все чаще можно услышать о прекрасном коммунистическом прошлом. И не было бы это так печально, если бы не велись эти разговоры на ступеньках церквей. Вот честно, не понимаю, каким образом коммунизм и христианство может уживаться в одной голове. Как можно восхвалять Сталиных и Лениных, которые так нещадно с верой вашей боролись? Ладно с вашей, а как же ваши предки? Ваш род тысячу лет верил в Бога, а потом за 20 лет вашу веру с землей сравняли. Я сейчас не говорю про католиков или протестантов там всяких, которых Советский Союз истреблял нещадно. Я говорю о русской православной церкви. Попытались заменить веру в Бога верой в доброго дедушку Ленина. Не вышло. Пришлось церковь переподчинить государству. Так у большевиков часто было. Сначала развалят, а потом то же самое на ново соорудят. Кулаков разогнали и на их месте колхозы поставили. Но бестолковый крестьянин хозяйством никогда не управлял и при большевиках не смог. Пришлось кулаков бывших председателями сельсоветов ставить, потому как у тех многовековой наработанный опыт. Про разницу в догматике христианства и коммунизма даже говорить не хочу. Кому сейчас интересны труды Маркса и Ленина? Скажу лишь о том, что коммунистическая литература вся пронизана призывами к уничтожению любой религии. А в литературе христиан вы не найдете ни одного призыва к уничтожению коммунистов. Одновременно с убийствами духовенства, расстрелами крестных ходов, кощунственным процессом освидетельствования мощей, коммунисты собирали митинги, мумифицировали мертвое тело Ленина. Известны примеры проведения Красных Пасх и Рождеств. Красный угол с иконами в доме заменили на красный уголок с портретами советских вождей. Почти 20 тысяч уничтоженных церквей, тысяча монастырей. В церквях, которым было по 7-8 веков, делали склады удобрений, планетарии, атеистические библиотеки. Иногда просто разбирали, чтоб коровник построить. Про тысячи священников, что в Сибири железную дорогу прокладывали или каналы рыли, даже говорить не хочется. И вот теперь церковь мило обратается с этими самыми коммунистами. Как так, спросите вы? А очень просто, когда церковь подчиняется КГБ и патриархи назначаются председателями ЦК, по-другому быть не может. У меня все.